Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Итак, сегодня в игре вышло новое оружие, новая ППшка QXR. На первый взгляд она очень похожа на MSMC, но в общем посмотрим. Естественно, я не могу оставить вас без обзора, без годных тестов, лучшей сборки, ну и зачетного геймплея. Ладно, не буду тянуть, наливайте себе самый вкусный чай, или сделайте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Начинаем, как всегда, со сравнения главных модулей по урону в цифрах, благо их здесь немного. И уже на данном этапе мы видим, что в принципе без разницы метки стрелок ОВС или к нему крепить монолит. Давайте с вами перейдем в таблицу по пулем для убийства и видим, что без разницы. Поэтому да, оставляем просто метки стрелок ОВС и все. У данной ППшки есть уникальный перк. Это улучшенный болт. Да, название, конечно, не из лучших. О май гад, моя фантазия. Улучшенный болт, ребята. Но все же, он прибавляет скорострельность, а минусов никаких нет. Давайте затестим. Отдача одинаковая, скорострельность разная. И реально, ребят, минусов у этого перка нет, я считаю имба. По всем фронтам ТТК получается лучше. Я не знаю, как так можно было выпустить реальный перк, который повышает скорострельность, и не прикрепить к нему никаких минусов. Я в шоке. Будет очень интересно сравнить, я знаю, эту пушку, она же ППшка со скорострельными другими ППшками. Но мы видим, что она не в лидерах, ребята. Это по ХП на 5 метрах, это по пулем для убийства тоже, она не в лидерах, ребят. Она нечто среднее, это как бы похуже, чем УЗишка, но где-то, короче говоря, ребят, нечто среднее. Говорить, что это супер-пупер имба, она будет перестреливать УЗишку, там нет, Феник тоже нет. Но, ребят, эта ППшка офигенно контролируется в ноль, в отличие от той же УЗишки. Поэтому тут 50-50. Так, давайте с вами соберем топовую сборку, основываясь на всех цифрах и данных, которые я вам изложил. Сразу идем искать перк Улучшенный Болт, ребята. Если вы не ставите Улучшенный Болт, то... Ладно, я промолчу. Ну, блин, перк реально офигенно называется. Как можно было так перевести Улучшенный Болт? Ладно, короче, не зацикливаемся. Далее, по нашей таблице ставим метки Стрелок ОВС. Все, и там куча плюсов. И вертикалка, и горизонталка. Ставим далее быстрый магазин. Увеличенный будет на 50, а быстрый будет просто быстро перезаряжать, без каких-либо минусов. Я считаю, это важнее в таких зарубах. В принципе, 40 патронов вам хватит, но быстрая перезарядка иногда даже спасает таких ситуаций. Далее. Здесь за приклад... Смотрите, двоякая ситуация. Я попозже объясню. Можно поставить либо ударный приклад МИП, либо без приклада. Вот. Попозже поясню этот момент. Но 100% я поставлю тактический лазерный ОВС, потому что плюс скорость прицеливания, да? Ну, то есть повышает скорость прицеливания. И еще и кучность улучшает. Смотрите, можно рельефную, можно рельефную, но она меньше дает скорость прицеливания. Поэтому тут такое 50-50. Потом подствольная планка. Ну, такое, смотрите. Нерфит время прицеливания. Опять, нерфит время прицеливания. Это ведь ППшка, и она должна быть подвижной. И с достойной скоростью прицеливания и перемещения. И поэтому минусы, я считаю, ну, не стоит того. А вот приклад, смотрите, ребята. Здесь есть ударный приклад МИП, и я поставлю буквально, наверное, его. Потому что вы видели отдачу, я вам показывал на видео. И отдача горизонтальная очень сильная. А ударный приклад МИП, смотрите, минус, да? Рывок при попадании, горизонталку и так далее. То есть я считаю, что вот так прям будет стабильно. Но в катке мы посмотрим. Контрольную работу мы, естественно, проведем. Если у вас нет никаких проблем, и вы понимаете, ну да, мол, фигня, я все контролирую в ноль, вообще мне все нравится. Ставьте реально без приклада. Тогда вы повысите скорость перемещения и скорость прицеливания. Реально, сделайте вот так. Итак, ребят, я решил поместиться. Я решил пойти, короче говоря, на опорный пункт. Не путать с порно пунктом. И, собственно, на карту, естественно, Шимпан. Эта карта чисто для ППшек, для вот УЗишки, КК-9, там, для Русика и так далее. Хотя, не, ну, Русик, да, ППшка, но Русик и на дальняк тоже хорошо забирает. Короче, прям для ППшек, которые на близь, на ближней дистанции. Давайте затестим, посмотрим, что тут у нас по мясу. О, по-моему, вот так вот. О, вы глушите. Скорострельность офигенная. Стабильность в этой сборке прям кайф, прям радует. Блин, круто. Я еще не до конца как к управлению, правда, привык, потому что я на каждое 5... О, по-моему, смотрите, какая быстрая перезарядка. То есть, реально круто. А, блин, не успел, не успел. Короче, перезарядка быстро, она реально помогает. Просто перезаряжает, бах-бах, все. И ты снова готов в бой прям рвать, нагибать и так далее. Да, да, ребят, в этой сборке очень-очень стабильно она себя ведет. Прям на дальняк даже можно зажимать, хотя это ППшка. Какой дальняк. Слушайте, комфорта вообще максимально. Максимальный комфорт, реально. Но, ребят, о чем еще хотел сказать. У меня, помимо того, что слетела сенса, я ее починил. Дикие лаги-баги, я об них говорил, это понятно. Проблемы со звуками тоже, я это озвучивал. У меня еще другая проблема. Как-то слишком сильно поменяли механику игры, и я стал натыкаться на каждое препятствие. Раньше происходило так, что если ты под определенным углом держишь джойстик, и ты уперся в какое-то препятствие, то твой перс раньше обходил это препятствие. То есть нормально двигался, перемещался. А сейчас меня почему-то как-то стопорит на месте. То есть я в препятствии утыкаюсь, под тем же углом держу джойстик, как и раньше, до обновы. Вот. И, короче говоря, в этом препятствии просто меня стопорит на месте. Я не могу никуда двигаться прям несколько секунд. Я не знаю, почему как так. Это бесит, реально бесит. И второй момент, о котором хотел еще сказать. У меня начал пролагивать сенсор. Я не знаю, почему и с чем это связано. Это 100% не iPad, потому что я в менюшке проверял самой, не пролагивает сенсор. То есть у меня не стерто олеофобное покрытие. И стекло тоже не затерто, которое наклеено на экран iPad. То есть проблема именно в игре. Я веду пальцем сантиметр 2, ноль реакция от iPad. 2 сантиметра провел, хоп, сенсор начал, ну камера начинает поворачивать след за пальцем. И так происходит, ну как тут, от разу к разу. Бывает катка, прям все идеально. И как бы отлично. А бывает катка, где реально такие пролаги. Раз через раз. Я чуть вообще не понимаю юмора. А почему так? Ладно. Короче, ребят, за пушку. Пушка офигенно стабильная. Скорострельность классная. Да, у УЗИшки выше, я понимаю. Да, у некоторых пушек выше, у КПшек. Но она реально классная. То есть она быстрая, шустрая. И в этой сборке пушка очень стабильная. То есть даже на средней и дальней дистанции очень классно зажимать. И сносит буквально прям трык и все. То есть классно, реально классно. Пушка по эмоциям мне понравилась. Буду ли я выбивать легендарку из рулетки новой? Кстати, да, рулетка новая вышла. Не знаю. Я не думаю, что я с этой пушкой буду прямо на постоянку играть. Потому что да, она прикольная такая. Замена УЗИшки а-ля. Вот типа того. Но чтобы я получал от нее дикие колоссальные эмоции. Как от Русика, например. Не скажу честно. Вот я с Русиком как-то в свое время поиграл. Он мне зашел. И от Русика я прям эмоции получаю от каждого убийства. Потому что вроде бы Русик не такой скорострельный, да? Как УЗИшка. Как ЮКИ-9, например. Да, там и так далее. Но от Русика прям эмоции. Прям классные. Хочется убивать. И хочется как бы, да, забирать. Нагибать хочется. А с этой, как ты играешь, ну... Как будто бы души нет в этой пушке. Не знаю почему. Честно, не знаю. То есть как-то вроде нагибаешь. Вроде классно, скорострельный. Все стабильно. А как-то вот души нет у пушки. Не знаю. Но это мое личное мнение. Вам может быть и понравится. Вам может покажется, что это имба-имбуща. И зайдет. То есть как бы такое. Так. Ну смотрите, да? Надаль как хорошо забирает. Прям огонь. Прям круто. Так. Опа. Нормально. Нормально. Так. Пара-па-па-па-па-па-пам. Пара-па-па-па-пам. Так. Ну такое, кстати. Нормально. 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 Опа. Да, да, минус 2. Прям реально скорострельности хватает. Патронов 40. Мне кажется, в рейтинге вам подойдет. То есть вам, мне кажется, хватит. Брать модуль, да, увеличенный этот боезапас на 50 патронов, я думаю, нет смысла реально. Потому что, ну, 40 вам за глаза хватит. Тем более быстрая перезарядка. Это как бы вообще отлично. Смотрите. Так. Иди сейчас. Оп-па-па-па-па-па. А, не забрали. Оп-поп. Все. Перезарядился. То есть класс. Реально класс. Еще, кстати говоря, хотел сказать, что я не понял фишки. КБ от третьего лица как бы изменили механику дропшотов. То есть ты сначала падаешь на колени. На колени, раб. На колени. Вот. Падаешь на колени, короче говоря, потом уже падаешь на землю. И это происходит настолько медленно, что иногда дропшот даже не стоит делать. А вот от первого лица оставили как есть. И я этой фишки, если честно, не понял. То есть ты бежишь, бежишь, бежишь. Если от первого лица все в порядке, ты дропшотаешь как надо. Если от третьего ты медленно падаешь на колени, потом уже как бы ты увещаешь. Я не понял, а почему нельзя было сделать одинаково от первого лица механику и от третьего. Ну, это как бы одна и та же игра То есть, в чем прикол, я не понял И вот как-то непонятно, если честно, этот момент Потому что я бы сделал одинаковую механику Ну, то есть, если собрались вы менять, да, меняйте на обоих обзорностях То есть, я третий от первого лица Зачем это сделать лишь от третьего, мне непонятно Так, ну че, ну че, кто где, кто где Опаньки, нормально И причем разваливает вообще, я даже в ноги иногда порой стреляю Ну, просто так вот, как-то получается, что я сенсор вниз как бы задергиваю Ну, прицел, мушку И стреляю только по ногам И даже по ногам быстро забирает Круто, реально круто, реально круто Вот Звук, кстати, чем-то отдаленно напоминает УЗИшку Только менее скорострельный На чем-то вот отдаленно напоминает, если честно Есть какие-то такие легкие ассоциации, так скажем А так, блин Пушка классная Я считаю, она будет имбовать Я считаю, с ней будут отыгрывать Она реально будет имбой Но лично для меня в ней как будто бы нет души Чего-то не хватает Эмоций, эмоций не хватает Так Ласт кам, да Ласт килл точнее Воу Прыжок такой Бамс в полете Красава Прям как Нео почти Красава Короче, ребят Своё мнение о пушке я изложил Годную сборочку вам предоставил С тебя, как всегда, лайкос Но с меня годный контент В общем, всё, как всегда Мы с тобой уже договаривались Всем до новых встреч И, ребята, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok